Алексей Степанюк решил привезти свою 74-летнюю бабушку повидаться с супругом, который проходит лечение в семи этажке. Как рассказывает внук, в силу возраста пожилой женщине никак не подняться в крутую Маслехинскую гору. Алексей попробовал заранее выяснить, как довезти бабушку на такси до нужного отделения в больничном городке. Мне было сказано, что никто, кроме инвалидов первых, вторых, третьих групп, не допускается на территорию клинической больницы без наличия соответствующего пропуска. Под вывеской с надписью «Вход строго по пропускам» перечислены категории сыровчан, которым разрешен въезд на территорию клинической больницы на личном транспорте или такси. В списке значатся маломобильные граждане. Дело в том, что к маломобильным гражданам относятся не только люди на инвалидных колясках с костылями, но и вообще пожилые люди, пенсионеры, молодые мамы. Все люди, которые испытывают проблемы с передвижением по разным причинам. Алексей постарался разобраться в ситуации, задал вопрос на официальном сайте КБ-50 и опубликовал информацию об инциденте в социальной сети. Пост на стене ВКонтакте получил обратную связь. Когда я столкнулся с этой ситуацией, я узнал, что эта ситуация, к сожалению, не разовая, она повторяется. И даже на сайте клинической больницы в разделе вопросов и ответов множество историй описано о том, как пропускной пункт неверно трактует правила, то есть не пропускает людей даже с переломами на личном транспорте для приемного покоя. Шлагбаум при въезде на территорию больничного городка установили в 2012 году. Главная цель пропускного режима – обеспечение безопасности пациентов и персонала КБ-50. Пока не было шлагбаума, дороги и подъезды к территории были заняты стоящими автомобилями, посетителями, сотрудниками, кем угодно. Были просто вопиющие случаи, когда посетители оставляли машину в узком проезде, и скорая не могла проехать к отдельно стоящему зданию, чтобы просто эвакуировать оттуда пациента. Работники больничного городка и служебный транспорт имеют специальные пропуска. Саровчан на личных автомобилях пустят в том случае, если им необходима экстренная медицинская помощь. Никаких пропусков и заявлений не потребуется родственникам, встречающим из роддома маму с малышом. Разрешен проезд пациентам, находящимся на программном гемотиализе. Разрешен проезд на территорию для прохождения каких-то дополнительных консультаций, для проведения исследований. У нас часть диагностических служб находится на территории Маслихи. Разрешен проезд вот этим категориям граждан, но только с разрешения заместителя главного врача по медицинской части. Такое же разрешение придется получать и маломобильным родственникам пациентов. Оформить допуск можно, написав заявление в канцелярию управления КБ-50. Обращение рассматривают в течение рабочего дня, после чего информацию о номере и серии автомобилей передадут охранникам на КПП. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова